Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Сходоев Алексей. И сегодня мы с Сергеем Анатольевичем по традиции проведем вводный технико-экономический вебинар. И могу сказать, что вот сейчас вот только буквально обсуждали, что в среду будет, не в среду, а 3-го числа, в пятницу, будет уже подобный вебинар, далее переходящий в расширенный. Ну, там всего будет формат где-то час для франкоговорящих стран. Поэтому будет информация размещена чуть позже. Пожалуйста, приглашайте всех франкоговорящих партнеров. С радостью будем принимать их на этом вебинаре и давать действительно информацию, которая иностранцам, по крайней мере, по их желаниям, по их именно хотелкам, так скажем, захочется очень сильно услышать. И все очень ждут этот вебинар. Ну, а мы переходим непосредственно к вводной части. Это та часть, которая кому-то покажется одним и тем же. Кто-то здесь находит что-то новое всегда. Но одно я могу сказать, что не просто так мы делаем эту часть с Сергеем Анатольевичем до сих пор, даже на текущем этапе, на котором мы находимся. И более того, мы будем делать эту часть, и когда мы будем подходить уже к строительству высокоскоростного нашего подвижного состава, к его демонстрации движения, первым технологическим прогонам и так далее, и тому подобное, все равно останутся вводные технико-экономические вебинары. Потому что они работают, если не сиюминутно, то они разлетаются. И многие люди спрашивают, почему не было вводного техника экономического вебинара. Потому что мы действительно проводили эксперимент с Сергеем Анатольевичем, и на время их не прекращали вещать, но прекращали записывать. И, соответственно, были вопросы. Значит, информация нужна, и многие смотрят уже в записи в YouTube. Это действительно рассказ о возможности, которые бывают раз в сто лет, дорогие друзья. И когда-то я также узнал об этой возможности. Это произошло в начале 2014 года. Поставьте плюсики, кто развивает с 2014, с 2013 года. Такие люди тоже есть, их достаточно много, если смотреть в рамках стандартного стартапа. И вообще все началось с нескольких тульских парней. Так, как с Индией работать? Насчет Индии я расскажу на расширенном технико-экономическом вебинаре. Нужно быть осторожным в таких странах, где начинаются адресные проекты. И чуть попозже мы, именно как руководство Советправления Skyway Capital, пропишем то, что можно и то, что нельзя. И писать на своих сайтах, одностраничниках. И как можно и нельзя развивать тот регион, страну, где развиваются адресные проекты. Тот регион, где не развивается адресный проект, как желаете, можно развивать. Но где начинается адресный проект на том уровне, причем как он идет в Индии, будут определенные стандарты. И мы должны им следовать, потому что иначе мы можем сами себе испортить кашу, которая готовится. И, собственно, все мы ее будем кушать. И от этого и будут браться дивиденды от сети адресных проектов. То есть не будет сети адресных проектов, дивидендов также не будет. Мы всегда повторяем, что проект венчурный у нас. И на самом деле сейчас венчурность становится все меньше и меньше. Но все же присутствует, так как до сих пор не входят именно крупнейшие стратегические наши инвесторы. Непосредственно я, Сергей Анатольевич, с несколькими поработаем. И с некоторыми уже более года ведем взаимоотношения и общение, донесение информации по новостям. Присутствовали на Экотехнопарке, посещали наши тестовые участки. И настанет период, на наш взгляд, он настанет, возможно, в июне. То есть когда пройдет сертификация, когда будет уже продемонстрирован не только легкий прогулочный транспорт. Да, это инновация. Да, мы сейчас на вебинарах говорим, что вообще Unibike это будет как смартфон. И если вот когда-то Медведеву подарили Apple Дмитрию Анатольевичу, и он по фотографиям, по крайней мере, был этому рад, то не исключено, что сильным мира сего, то есть руководителям государств, будут дарить по Unibike. И Виктор Бабурин сегодня начал традицию эту, то есть все прекрасно видели новость про Емобиль, так как аккумулятор стал барахлить на Емобиле, подаренном Прохоровым Жириновскому. И, соответственно, сейчас уже зам директора по развитию международной компании Skyway высказал такую не то что идею, а продекларировал, что мы Владимиру Вольфовичу при уже серийном производстве Unibike обязательно Unibike подарим, потому что Владимир Вольфович достаточно много сделал для компании. И я думаю, что еще и сделает. Но, собственно, естественно, нужно еще дожить, как говорит бабушка Сергея Анатольевича, до этих проблем. И это будут не проблемы, это будет уже просвет корпорации Skyway. Если сейчас мы уже встали на ноги и потихоньку начинаем ползать, то тогда уже мы будем абсолютно в таком взрослом возрасте, подростковом, я бы сказал, и уже будем обучаться, будем наращивать потенциал, опыт. Ну и, соответственно, все больше адресных проектов будет появляться, и одновременно все больше сподвижников компании Skyway, проекта Skyway будет появляться. Почему? Ответ очень прост, дорогие друзья. Потому что ни одна технология на сегодняшний день так комплексно не может решить проблемы и задачи. Если интернет нам позволил пользоваться сейчас смартфонами, компьютерами и так далее, открыть даже на горе, если ловит интернет, главное, чтобы ловил интернет свой телефон и попасть в эту глобальную паутину. Но я могу сказать, что интернет тоже не просто так развивался. И вначале это была закрытая сеть военно-промышленного комплекса на территории США, потом это распространилось дальше, потом протокол придумали, HTTP, HTTPS, потом уже придумали домены и так далее и тому подобное. И все развивалось не спонтанно, все развивалось сквозь десятилетия. На прошлых вводных технико-экономических вебинарах я приводил пример развития телевидения HDTV, то есть это High Quality Direction. И тоже было много противников, много и тех, кто поддерживал. Но все же технология появилась. Почему она появилась? Потому что время ее пришло. Мы не могли уже смотреть на квадратных аналоговых телевизорах передачи, когда время пришло передавать сигнал уже в высокой четкости, с высокой картинкой изображения. Так почему бы сейчас уже не внедрить эту технологию, опять же время, которое пришло, чтобы передавать не сигнал, а чтобы передавать не денежные переводы, чтобы передавать не информацию, не видеосвязь, а, соответственно, физическое перемещение как товаров, так и грузов, так и пассажиров. Нас с вами, обычных пользователей будущих сети Transnet. Что такое сеть Transnet? Это, так скажем, надстройка над интернет, и Transnet включит в себя интернет, так как у нас будут подразумеваться оптоволоконные сети внутри путевой структуры, силовые кабели. И, соответственно, поэтому можем говорить, что это транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная. И мы так допускаем, что даже социальная и даже финансовая сеть. Ну, естественно, социальная и финансовая сеть, это так с размахом уже, может, так сказано. Но я могу предположить, что это абсолютно реально. Почему предположить? Потому что проект венчурный, дорогие друзья. И то понятие транспортной логистики, которое на сегодняшний день является проигрышной частью многих стран. И я расскажу про логистику, про проблемы транспорта, перевозок на расширенном технико-экономическом вебинаре про Бразилию, про страны Африки, непосредственно Конго. Непосредственно, я даже, наверное, не буду называть названия этих стран, потому что они очень маленькие, но с появлением технологии Skyway, так скажем, любая мировая экономика получит шанс стать прорывной. И тут будет зависеть непосредственно от властей, от высших государственных деятелей и стратегов той или иной страны, ну и минимальной коррумпированности, максимальных инвестиций в то, что нужно. А что нужно, это, соответственно, инфраструктура, это транспорт, это телекоммуникация, это IT, это водоснабжение, это электроснабжение, это столпы любого развития экономического любой страны. И Skyway комплексно, повторюсь, может решить эти задачи, что не может решить на сегодняшний день ни одна технология. Но сам проект начинался далеко не в 90-х, не в 2000-х годах. Кстати, кто первый раз присутствует, опросник я не помню, запускал или нет, поставьте циферку 0, чтобы знать, в чате просто напишите 0, Enter, чтобы знать, понимать, кто присутствует у нас действительно в первый раз, чтобы не понимать, каким образом строить презентацию. Вот новички всегда присутствуют, и я представляю, сколько новичков присутствует, когда мы все это рассказываем уже в YouTube, то есть когда в записи люди смотрят в удобное для них время. Я рекомендую всем давать перископ Сергея Анатольевича Сибирякова. То есть Сергей Анатольевич иногда, когда есть время, и просто так там вещает, и в перемещениях, в поездках. Очень интересный такой видеоблог получается. Вот, пожалуйста, ссылка для регистрации на вечерний вебинар. И, соответственно, вот этого всего, ни перископа, ни интернета, ни высококачественного телевидения невозможно было представить в 70-х годах, а тогда еще Анатолий Эдуардович выдвинул концепцию вообще общепланетного транспортного средства. То есть это та технология, это то глобальное инженерное сооружение, которое будет простираться по всей длине экватора. То есть это, соответственно, необходимо соглашение всех стран всего мира. И мы к этому обязательно придем. У нас есть это в долгосрочной дорожной карте, потому что это решение тех задач, которые Владимир Владимирович Путин даже вот недавно обсуждал на госсовете. И мы это светим обязательно на расширенном технико-экономическом вебинаре. Естественно, в конце 80-х годов, когда была проведена международная конференция по неракетной индустриализации ближнего космоса, не было понимания у той делегации, которая присутствовала на данной конференции. Это была международная, повторюсь, конференция. В городе Гомель проходила еще на территории бывшего Советского Союза достаточно мощное государство, но также не было понято вовремя и принята концепция общепланетного транспортного средства. Могло быть, и тогда сегодня бы мы не наблюдали проблем по изменению климата, потому что данное серьезное, так скажем, инженерное решение предполагает также и лечение озонного слоя, то есть вплоть до того, что влиять положительным образом на изменение климата. Я не говорю уже о том, что 1 килограмм груза за 1 доллар примерно можно доставить на высоту 300 километров, и за 1 рейс это будут сотни миллионов тонн грузов. Соответственно, на сегодняшний день это невозможно представить, да и что говорить, многим кажется это до сих пор фантастикой. И когда я сам в 2014 году посмотрел фильм «Небо на колесе», дорогие друзья, сбросьте, пожалуйста, ссылку, пусть те люди, которые в первый раз слушают азбуку Skyway, посмотрят этот фильм, потому что действительно колоссальное именно научное такое кинопроизведение тех лет, и оно показывает концепцию ОТС. И об ОТС написано и в английской Википедии, и о струнном транспорте написано, также в иностранной Википедии. В русской почему-то не написано, и удалялись статьи, но время сейчас неуклонно и неумолимо меняется. Если даже в 2000-х годах была попытка развития бурного именно Skyway в России, поддержал Лебедь Александр Иванович, были произведены испытания технологии Skyway в виде путевой структуры, то есть вы видите вот ЗИЛ, уходящий в небо, на картинке, соответственно, в левом верхнем углу. Это была очень серьезная заявка и очень серьезная надежда, что выстроится действительно толпа на адресные проекты, но не был продемонстрирован тогда подвижной состав. И да, была надежда, но это было всего лишь второе поколение струнных технологий. И начата была работа по австралийским проектам, затем уже после пообщения и с серьезными крупными олигархами, как и на русском пространстве, так и иностранном. Также после презентации Дмитрию Анатольевичу Медведеву на Госсовете России по инновациям в транспорте, что может быть предпринята новая стратегия, именно диверсификации экономики и стать передовиком, вырваться вперед в этой транспортной инфраструктурной гонке и повысить экономический потенциал страны. На тот момент не было услышано. Более того, неизвестные лица по неустановленным причинам абсолютно, соответственно, уничтожили данный тестовый участок, поэтому мы его называем полигон. То есть это тот тестовый участок, который претерпел достаточно серьезные, так скажем, боевые, не побоюсь этого слова, действия. Но несмотря на то, что были встречи с недобросовестными партнерами, которые совершали попытку рейдерского захвата, и она удалась, и честь и антихвала, честь за то, что они подтолкнули Анатолия Эдуардовича именно к новой модели финансирования. То, что Анатолий Эдуардович рассчитал как инженер и также как финансиста, математики они во всех точных дисциплинах совершенны, именно новую систему, новую систему народного финансирования. И все запустилось в 2013 году. Я могу сказать, что далеко ни о каком переводе на другие языки невозможно было говорить на тот момент. Дай бог было тогда запустить Россию. И русские первый раз двинули эту действительно махину, глыбу и запустили корпоративное построение корпорации, сетевое построение корпорации, извиняюсь, как я ввел термин. И, соответственно, сейчас уже даже краудинвестинговая система, то есть то, что внутри Skyway Capital, внутри другого фонда и развивает адресные проекты в том числе. Потому что у нас есть такой слоган замечательный, что любой может стать каждым в проекте Skyway. Почему более 721 тысячи людей зарегистрированы в проекте, с интересом и с большим вниманием следят за проектом, и почему больше 150 тысяч инвестируют в проект? Ответ, дорогие друзья, очень прост. Потому что продукт действительно, как я в Инстаграме недавно выложил по Австралии, то есть те, кто продвигает в социальных сетях, начинайте именно вот такую вот иерархию событий воспроизводить снова, то есть возвращаться в прошлое и показывать именно, насколько большой рывок произошел уже на сегодняшний момент. Пусть видят те, кто за вами наблюдает, что действительно прогресс серьезный и колоссальнейший. И ни один человек не сможет поспорить, что он желает, чтобы такой транспорт появился, чтобы такая технология появилась. Я сейчас активно начинаю именно вот, опять же, возьмем сервис Инстаграм, общаться с иностранцами. То есть сам выхожу, на меня выходят, просто спрашивают, чем я занимаюсь. И когда просто сбрасываешь краткую презентацию, которая вот в недавнем времени появилась у нас на 4 с лишним минуты, народ не удомевает и спрашивает, а когда эта технология появится? И вообще вот когда будет демонстрация? И они еще больше удивляются, когда они узнают, что 28 ноября уже была произведена демонстрация первая. Это не то, что демонстрация, это генеральный технический прогон был. И с этого были начаты ходовые испытания нашего легкого прогулочно-спортивного экскурсионного транспорта, именуемый Юнибайк. То есть если говорить про вообще социальный эффект, про экологическое влияние, про комфортное перемещение, про долговечность путевой структуры по сравнению с дорожным полотном, тут вообще без комментариев, как говорится, и вне сравнения идет наша технология. Ну и мы также упоминали и террористические угрозы, и очень серьезную, колоссальную, уже и ресурсосберегаемость, то есть колоссальное количество топлива экономится благодаря тому, что, во-первых, подвижной состав обладает очень серьезной аэродинамикой. То есть это 0,04 как минимум коэффициент аэродинамического сопротивления высокоскоростного подвижного состава, 0,15 примерно это Юнибус, и, соответственно, если затраты топлива, то примерно литр с лишним, это затраты Юнибайка, и чуть больше 3 литров максимум, а то и 2,5 это затраты Юнибуса. И я думаю, что будут оптимизироваться еще больше эти технические характеристики. Ну и, соответственно, казалось бы, куда еще стремиться, но наша компания имеет четкую победную стратегию на долгие года вперед, и, соответственно, как Apple сейчас выбрасывает на рынок, именно выбрасывает, я бы сказал, во времена Стива Джобса выводили, сейчас выбрасывают, и мы развиваемся под руководством инженера Юницкого, поэтому можно быть уверенным, что действительно технологии будут выходить одна за другой уже после того, как будет происходить первая капитализация. Первая капитализация, естественно, будет происходить от первых адресных проектов, то есть когда будут совершены первые авансовые платежи, можно сказать, что сеть адресных проектов начала развиваться по всему миру, то есть можно сказать, что, как вот внутри агентства стратегических инициатив США когда-то запустился интернет, вот где-то запустился транснет, и сквозь считанные года транснет распространится по всему миру. Я задавал вопрос нашему партнеру, сподвижнику и лоббисту Роду Хуку, бывшему министру транспортной энергетики, инфраструктуры Южной Австралии. Рота, скажи, пожалуйста, через сколько, по-твоему, мы достигнем первого миллиона километров дорог? Он назвал такую дату, как 10 лет, но что-то мне подсказывает, что мы можем это абсолютно ускорить, ускорить, и все зависит даже не только от нас, а вообще от технологического и технического прогресса, потому что тот мир, который мы видели 10 лет назад, тот мир, который я помню, допустим, 7 лет назад, когда я боялся совершить денежный перевод, потому что не понимал, как транзакция может пройти из точки А в точку Б, и как меня не обманет получатель, а будет это автоматически, но потом это вошло в привычку, и сейчас, я думаю, что каждый, кто пользуется онлайн-банкингом, не может себе без этого представить жизнь. Если говорить про такое вот достаточно забавное и распространенное понятие, как селфи сегодня, то я был поражен сегодня, когда прочитал новость, что уже созданы, то есть стартап успешно запущен, можно делать предзаказ внимания дронов, которые будут делать вам селфи. То есть мы, если честно, это Сергею Анатольевичу предполагали года через два, через три, что Сергей Анатольевич у нас в Перископе уже будет с селфи-дроном вещать. Но не исключено, что на следующий день рождения мы подарим Сергею Анатольевичу именно селфи-дроны, и в Перископе он уже будет вещать со свободными руками и со свободой жестов. Соответственно, это заставляет задуматься о том, что технологический прогресс неумолимо нам наступает на пятки, и всей корпорации Skyway также будет наступать на пятки. Мы будем двигаться в ногу с технологическим прогрессом, и если нужно будет использовать новые легированные материалы в путевой структуре, мы будем их использовать. Если полупрозрачная конструкция нужна будет, и какие-то регионы будут этого требовать, мы будем делать, и это будет вообще действительно абсолютно небесная дорога, и такие решения есть, и мы их будем использовать, дорогие друзья. Если говорить про понятие струна, а почему струна, то очень просто, и когда-то в Министерстве транспорта сравнивали, еще в прошлом, в давнишнем Министерстве транспорта сравнивали струну с балалайкой, с гитарой, доля смысла, такого глупого, я бы сказал, в этом есть, конечно, но это некорректное сравнение, потому что это достаточно серьезная, устойчивая, предварительно напряженная конструкция, закрепленная на концах опор. И опоры могут быть как зданиями, офисными зданиями, высотными зданиями, небольшими станциями, малоэтажными, все зависит от конкретного адресного проекта, и все зависит от применения, дорогие друзья. И, соответственно, самое главное и самое важное, мы можем говорить про адресные проекты, и я на этом вырос как скайвейвец, и действительно конспектировал вебинары Сергея Анатольевича, но все бы не имело никакого смысла, если бы, дамы и господа, если бы мы сейчас не видели бы тот прогресс, именно вот развитие экотехнопарка, который мы наблюдаем. Даже я провел эксперимент, специально не выкладывал и не продлевал презентацию на 28 ноября, кто внимательно смотрел у меня презентация строительства, пока что заканчивается, но это сделано было не просто так. Мне был интересен эффект вообще, эффект на иностранцев, на тех людей, от кого я приглашаю, до сих пор развиваю первую линию, и, естественно, как бы сейчас сосредотачиваемся на стратегической глубине, выявлении лидеров, выявлении тех, кто может заняться адресными проектами, чтобы передать в головную компанию, но все мы до сих пор рассказываем о проекте SkyWay, везде, всем, и обо всем, что происходит в проекте SkyWay. 29 июня произошла первая веха, это именно вот в истории строительства экотехнопарка, если говорить про вехи вообще, Transnet, это 2001 год, закладка нулевого километра, это 2014 год, это уже закладка нулевого километра не в озерах, а на территории города Марина Горка, на территории существующего экотехнопарка, и я думаю, что третья веха очень серьезная, это будет сертификация, пускай это будет добровольная сертификация, но она предшествует всем сертификациям, которые будут происходить в других странах, а что касается Индии и стран, допустим, подобных азиатских, то они даже не будут требовать никакую сертификацию, наоборот, они законы подстроят, и задача стоит решить транспортную проблему, задача стоит решить транспортную перегруженность, поэтому там не заберекаритизированы в этом плане, и все вот эти вот припоны быстро будут преодолевать, и, соответственно, после июня 2015 года началось строительство, я, естественно, кстати, ошибся, закладка нулевого километра в 2015 году, я говорился в 2014, началось строительство пэко-технопарка, то есть это уже история, и вот этот разровненный, выровненный, и много работ было проделано, на тот момент мы не такое серьезное финансирование получали, как, например, сегодня получаем, и вот такую картинку можно уже внести в наши архивы истории развития кэко-технопарка, в архивы можно внести посещение первой делегации Австралии, огромная благодарность Людмиле Хьюз, что она познакомилась с Родом Хуком, это наш первый серьезный такой инфраструктурный проект в новейшей истории SkyWay, то есть что начинается именно с развития народного финансирования инвест-проводящей системы, и 20 октября 2015 года закладка нулевого километра, это тоже, дорогие друзья, уже наша история, потому что уже в следующем году, в 2016 году, вот-вот буквально это событие, можно сказать, и было, и кажется, что 10 лет прошло, мы представили уже подвижные составы в модели один к одному на выставке и на транс, и что интересно, в прошлом году мы участвовали, и в 2018 году, мы также будем участвовать, уже подали заявку, и нас приняли, нас ожидают, ну, о нашем мнении о выставке и на транс, мы обязательно поведаем уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, и такая вот вторая веха в строительстве экотехнопарк, я могу назвать, это начало строительства запараллельного, как я называю, с первым направлением, это, соответственно, легкая прогулочная трасса, она совмещена с городской пассажирской трассой, и уже в июне было начато строительство грузовой трассы, то есть, фактически, три направления, а то и четыре направления, потому что высокоскоростная трасса тоже вовсю готовится, и мы идем в ногу с планами, с темпом, несмотря на, вот, прошу понимать правильно, недофинансирование, потому что хотелось бы, но на это недофинансированное поступление денежных средств, ну, мы, я могу сказать, сейчас вот неимоверные результаты делаем, и вот в недавнем времени вышли на такой вот исторический рекорд в этом месяце, соответственно, будем развиваться все больше и больше, именно поэтому мы активно подключаемся и в виде информационного поля к развитию дальнего зарубежа европейских стран и так далее, то есть, вот, например, 3 февраля будет французский уже вводный и расширенный технико-экономический вебинар, и, соответственно, я могу сказать, что эти результаты действительно заставляют задуматься, эти результаты заставляют наблюдать за проектом, в том числе наших любимых, и мы очень сильно ждем, когда наши крупнейшие стратегические инвесторы присоединятся, инвесторы, но их могут обогнать с другой стороны те же арабы, та же Индия, и в Индии ведется работа по нескольким направлениям, с различными группами, и я могу сказать, вот, если Родхук получил такой вот эксклюзив на развитие адресных проектов на территории Австралии, то почему ему такие преференции были предоставлены только по причине того, что он был первым, и те, кто были первые, дорогие друзья, у нас получали наилучший дискаунт, то есть, это венчурная премия за ваш риск, естественно, на стадии именно строительства, начало строительства, даже проекта, когда строится какой-то дом, недвижимость, отель, дешевле приобретать данный объект, и, естественно, условия были на тот момент лучше, но сейчас я могу сказать, они все равно хорошие, могу привести сравнение с биткоином, то есть, да, когда-то биткоин стоил и несколько долларов, и это вот считанные года назад было событие, и сейчас он стоит 900 с лишним долларов, но когда биткоин будет стоить 2000 долларов, те, кто не покупал за 900 с лишним долларов, и до сих пор не приобрел ни одного биткоина, например, будут задумываться, когда узнают информацию, какой был скачок, а почему я, допустим, не приобрел в 2016 или 2017 году, и я могу сказать, дорогие друзья, вот у меня лично, даже несмотря на то, что вот эти тенденции все, несмотря на то, что мы с Сергеем Анатольевичем прикладные футурологи, мы уже не практикующими себя называем, а прикладными, и, кстати, обоснуем, скажем, почему поменялась несколько формулировка, за что огромная благодарность Ивану Сидельникову, это, кстати, тот человек, который делал первые видеоролики для популяризации Skyway, и это тот человек, который делал ролики для таких компаний гигантов, как Норийский Никель, выигрывал различные конкурсы, вот это тоже наши сподвижники, ну и об одном из таких вот экспертов в области архитектуры, в области дизайна, в области металлоконструкции, мы обязательно включим репортаж, в недавнем времени информационная служба головной компании, взяла интервью. И вот то, что действительно на этом слайде я увидел в октябре 2016 года, родилась концепция сразу, сразу в голове было, стало. И, дорогие друзья, то, что было и то, что стало, это две совершенно разные вещи. Из прожекта мы превратились действительно в развивающийся, в победоносный проект, компанию, которая имеет четкую миссию выйти на рынок, и завоевать серьезную долю рынка. И так как Анатолий Эдуард Чуницкий основатель школы инженерной, новой технической инженерной школы, и действительно самурай инноваций, действительно ниндзя инноваций, пробивался сквозь года и развивал технологию, нет сомнений, дорогие друзья, что эта технология добьется своего, тем более с учетом всей поддержки, которая производится всеми нами с вами вместе, потому что это колоссальная поддержка, именно народное финансирование, именно краудинвестинг, это единственное правильное решение, единственная правильная стратегия развивать проект, потому что были попытки, и эти попытки закончились в общем-то ничем, и собственно все, с кем общались олигархи, чиновники, все они присоединятся, все они признают, кто еще сомневается, потому что технологический прогресс не остановить, и как говорит наш коллега футролог Раймонд Курцвелл, технологическая сингулярность очень близко, и Skyway еще больше ускорит этот технический прогресс, это основная технология, которую мы видим в новом технологическом укладе, но обо всех таких понятиях, как новый технологический уклад, как народный экономический ковчег, это вот автор именно таких понятий расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков, бывший чиновник, бывший, не побоюсь этого слова, генерал налоговой службы, и представьте с такими регалиями, с такими должностями человек уже больше 16 лет полностью поглощен развитием проекта Skyway. Что касается меня, всего какие-то 3 года. Сергей Анатольевич, вы о, запустился наконец. Так, приветствую. Так, мы наконец-то перескоп настроили. Алексей, конечно, так, особенно новичков сразу пугаешь, так сказать, это кто знает уже, нас понимает, что мы в общем-то мирные, а так вот сразу пугать, что генерал налоговой службы было как говорится по молодости грех такой, но сейчас я считаю, я занимаюсь более интересным делом, более полезным делом, вот соответственно Skyway, это действительно сейчас, ну уже не то, что дело, не только моей жизни, но и всей команды, которая работает, но самое главное, друзья, тот, кто следит за нами, тот, кто включился в нашу работу, вы, наверное, видите уже, как команда, как все, ну скажем так, живут этим проектом, болеют за этот проект, но радикально вот то, что вот это вот сейчас идет презентация в логике, что было, что стало, это, конечно, друзья, очень и очень дорогого стоит, потому что мы сегодня на дневном вебинаре вспоминали с Алексеем, недавно мы проводили, ну буквально две недели назад проводили презентацию, такую встречу, конференцию в Риге, вот куда мы с Инетой, с Володей Масловым приехали из Словакии на машине через Польшу, в Польше там провели встречу и собрались, буквально за три дня дали информацию о том, что мы будем там, у нас была встреча с инвесторами и можем провести такую конференцию, презентацию, за три дня сразу собралось более 130 человек, это наши партнеры, активные наши сторонники с Литвы, Латвии, Эстонии, приехали там с Санкт-Петербурга, были ряд людей с Финляндии, вот, и соответственно, вот мы провели такую встречу, и там есть несколько людей, с которыми я поддерживаю постоянный контакт, прям с наших первых конференций, там, которая была в марте 2014 года, потом к лету первую конференцию в Риге, ну по-моему, по-моему проводили где-то или июнь, или июль 2014 года, вот, и я задал вопрос, что, друзья, вот то, что мы вам рассказываем, то, что сейчас, как бы, основные, как бы, такие вещи, которые связаны с технологией, с развитием, там, с нашими планами, вы скажите, сильно изменилось то, что тогда говорили и сейчас, и все проконстатировали, ну по сути дела, говорится все об одном и том же, и вещь, когда говорится о технологии, это, конечно, это небо и земля, потому что сейчас уже после того, как идет презентация, после того, как рассказываем о технологии, показываем анимации, слайды, после этого идет уже демонстрация того, что уже сделано, и по сути дела, вот это вот вещь, то, что говорилось раньше, она уже сейчас не настолько кого-то волнует, или она настолько, настолько, скажем так, актуальна, потому что есть уже начало работы экотехнопарка, задача которого именно декларирование возможности технологий переводить в демонстрацию, есть уже четко намеченные, обозначенные сроки строительства четырех трасс, которые сегодня идут, на каждый из этих участков ведется монтаж, ведется работа, проектирование, вот, постоянно идут репортажи с производственных цехов, которые активно и активно расширяются там, где-то что-то берется дополнительно в аренду, где-то переходит уже в собственность проекта Skyway, это тоже активно развивающийся процесс сейчас, именно подготовка к тому, чтобы запускать адресные проекты для того, чтобы уже обладать своими производственными мощностями, и на первом этапе быть обеспеченными уже своим производством электромашин, подвижного состава, элементов узлов, путевой структуры, для того, чтобы здесь не зависеть от тех или иных поставщиков, подрядчиков, а чтобы максимум делать свое. Это вообще логика корпорации, вот, и то, что можно будет производить и делать самим, все будет изготавливаться, делать самим, естественно, что это по новым принципам, по новым подходам. И в этом плане, друзья, на сегодняшний момент тоже обязательно надо приводить это для новичков, такой, тот, кто входит, ну и для тех, кто уже в проекте, то есть мы с Алексеем говорили вот эти первые вебинары, ну, вводные, которые идут перед основным, его задача не просто так нам с Алексеем говорить, как попугай одно и то же, и там спрашивать новичкам, понятно, непонятно. Это задача именно отработка подачи материала, для того, чтобы и вы каждый раз смотрели, мы кое-что совершенством делаем, можно было понятно, как доводить информацию, и что не маловажно, друзья, это тоже очень важный такой момент, и самим оттачивать мастерство, оттачивать именно логику, аргументацию подачи материала, чтобы это была четко выстроена логика, точно выстроены фразы, точно выстроена аргументация. И сейчас я могу сказать уже, что за этот год Алексей, я смотрю, вот он набрался уже такого опыта, и что практически, наверное, ни один бизнесмен, чиновник, кто бы мог сегодня аргументированно или что-то, скажем так, невзвешенно противопоставить именно аргументации, презентации Skyway. То есть, конечно, за это время, вот, кстати, сегодня, друзья, он тут у меня календарь висит, сегодня 1 февраля, друзья, это знаменательный день лично для меня, для проекта Skyway, вообще для развития, именно информационной подачи материала, ровно 3 года назад, 1 февраля, мы начали проводить, вот именно по логике краудинвестинга, которую запустил именно Юницкий, как инженер, сконструировав именно инвестпроводящую систему, которая позволяет участвовать большому количеству инвесторов из разных стран мира. И неотъемлемая и очень важная часть этой работы, как показали вся эта, это именно информационное поле, информационное пространство. Мы доводим информацию разными путями, идут информационные выпуски, идут тележурналы, идут репортажи, есть группы ВКонтакте, есть печатные материалы, которые проводятся, но очень важная, на наш взгляд, именно сфера подачи информации, это онлайн, то есть вебинары, конференции, телемосты, которые мы ведем всем директорским составом, именно правлением Skyway Capital, и второе, это оффлайн, то есть встречи, конференции, которые также мы и транслируем в сеть, и записи, которые, то есть, так вот, ровно три года назад, 1 февраля, прошел первый вебинар, который проводили мы с инженером и автором проекта Skyway, и с этого момента началась именно вот эта подача информации, потом присоединилось большое количество людей, вот Алексей появился сразу же на первой конференции, который мы проводили 29 марта, то есть, через два месяца после того, как начали рассказывать о проекте, на этой же первой конференции появился и подключился к проекту и Андрей Хавратов, и Петр Кутумов, и еще очень многие, многие лидеры, которые сегодня активно работают в проекте, это начало вот этого пути, именно начало краудинвестинга, и сегодня, друзья, опуская три года, можно сказать, что сегодня это международный крупный проект, серьезно развивающийся, в котором участвуют уже инвесторы более чем 150, друзья, цифры обновляются, у нас последняя цифра была 146, сегодня это уже 150 стран в мире, то есть, как мы говорили, мы приближаемся к Организации Объединенных Наций, в которой зарегистрировано 193 страны, вот, а всего в реестр стран внесено 214 стран, вот, есть страны, которые не входят в ООН, вот, соответственно, мы увеличиваем свое представительство в странах, 150 стран, это более 700 тысяч зарегистрированных участников проекта, которые получают информацию, и цифру перешагнули уже за 150 тысяч, это активных инвесторов, которые сегодня активно участвуют в проекте, и которые являются уже полноправными партнерами и совладельцами технологий. За три года это, конечно, неплохой результат, не в том плане, сколько людей и сколько хватили, а то, что выполнен очень серьезный объем работы, функционирует Экотехнопарк, идет строительство четырех различных направлений демонстрации технологии, развивается производство, активным образом совершенствуется и усиливается работа конструкторского бюро, ведутся переговоры с различными правительствами, представителями крупнейших компаний, фондов, инвесторов по всему миру, и мы тут уже смеемся, что легче сейчас говорить, где мы не ведем переговоры, чем там, где мы ведем. Вот, соответственно, это вот результат визит. В октябре мы говорили, что это вот трехлетие запуска юридической схемы, когда были зарегистрированы первые компании, и они начали деятельность. Потом, вот сегодня три года, это о том, как идет информационная именно работа и собирается команда, кто сегодня уже активно работает, то есть фактически все сегодня директора Skyway, Capital, Skyway Invest Group, фонда, который также работает с инвесторами по привлечению именно активных инвесторов и инвестиций, и, соответственно, конструкторские бюро, которое сформировано, и в мае мы будем отмечать уже трехлетие формирования конструкторского бюро, то есть это, видите, как вехи. Соответственно, это результат активно развивающегося проекта, и еще, как еще один очень интересный факт, можно сказать, что мы сегодня переводим материалы и ведем конференции, вебинары на 11 языках, и это постоянно расширяется, вот Алексей уже сказал в своей вводной части, что буквально с этой пятницы мы начинаем вести еще и расширенные такие экономические вебинары уже для Франции, ну, для французскоговорящего населения, это не только Франция, это и Африка, там часть Нигерии, это и Португалия, и часть Швейцарии, и Голландии, вот, французскоговорящего, поэтому это активное расширение, вот, сейчас мы готовим активнейшим образом уже на немецком языке доведение информации, потому что, как мы уже говорили, проект давно перестал быть чисто российским, там, таким русским, он вышел активно за пределы и развивается, и по мере прихода инвестиций инвесторов, то есть, доля в проекте плавно, но неизменно снижается именно России, вот, в этом ничего плохого нет, то есть, на каком-то этапе она сыграла ключевую роль именно в старте, в запуске, поэтому и максимальное количество инвесторов, которые имеют большие инвестиционные пакеты за счет тех больших венчурных премий, которые были, но по мере того, как идет демонстрация, по мере того, как проект крепнет и становится все более очевидным, подключаются, естественно, инвесторы с Восточной Европы, с Западной Европы, с Америки, с Канады, с Израиля, вот, и это, скажем так, неизбежный процесс, к которому мы дошли и у нас еще и еще новые страны, все входит, то есть, есть, естественно, определенные проблемы с рядом национальных законодательств, мы это постоянно решаем, делаем, особенно на стыке венчурности проекта и краудинвестинга, не все понимают, что это такое, не все нюансы можно сегодня включать и делать, но по мере того, как развивается интернет-банкинг, как интернет-маркетинг, по мере того, как идет продвижение вообще пользователей интернета и активных участников интернета, сегодня активно развиваются криптовалюты, то есть, именно параллельные платежные системы, которые нам позволяют сегодня без нарушения всевозможных законодательств, которые постоянно нам ставят припоны, спокойно работать, спокойно развиваться, ведь ни для кого уже не секрет, друзья, я не буду пророком, Кассандрой там, или там еще кем-то, когда скажу, что интернет-банкинг и интернет-платежи будут в тости расширяться, работа с криптовалютами, электронными валютами будет расширяться, будут появляться сейчас электронные биржи, электронные банки и посредники в виде традиционных фондов, которые являются просто, ну скажем так, паразитами при развитии любого инвестиционного проекта, это тоже отходит в прошлое, потому что мы сегодня имеем возможность благодаря развитию интернета, то есть основной технологии, интегрированной технологии пятого технологического уклада, который вот развивается все 90-е годы, нам позволяет сегодня это сделать возможность обратиться к каждому инвестору напрямую, довести информацию о проекте, провести обратную связь, когда мы можем и включаться персонально, и проводить конференцию онлайн, и делать обучение и школы, и соответственно предложить именно оплату и инвестирование уже через интернет-инструменты. И это, друзья, никто не может запретить, это никто не может этому противостоять, потому что это естественное развитие. Каждый человек сам волен для себя выбирать, куда он хочет инвестировать, в каком проекте он хочет участвовать, верит он или не верит, это, друзья, как раз естественно развитие. И наша задача это показать, поэтому мы абсолютно открыты, это, в этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что мы открыты, показываем, мы отчитываемся перед инвесторами выполненной работой, и никакой засранец не может сказать, он знает, кому я обращаюсь, всеми репортажами, у нас буквально две недели назад был диалог, в одном очень, так сказать, это, когда я показываю о том, что мы делаем и куда тратятся, уходят инвестиции, показываю объем выполненных работ, он сказал, в прямом смысле, а мне насрать, что вы делаете, что вы строите, мне абсолютно плевать, я все равно буду говорить, что вы мошенники, потому что мне за это платят деньги. Я говорю, ну, друзья, это, а сказал это на аргумент, когда, что, я говорю, ты постоянно поливаешь нас грязью, пытаешься мешать работе, в прямом смысле писать, и подключать правоохранительные органы, и органы прокуратуры, для того, чтобы, ну, просто реально мешать работе, вот, я говорю, но за это время, вот то, что ты сегодня нам гадишь, мы-то за это время строим, испытываем, мы провели Берлин, мы провели испытания, мы запускаем еще новые машины, мы запускаем адресные проекты, ты в состоянии признать, что ты не прав, потому что ты реально видишь, что происходит на твоих глазах, или нет? Он говорит, а меня техническая часть не волнует, понимаете, такого рода людей, которые сейчас вот врубутся на вебинар, и которых уже десятками там Андрей выкидывает, задачи которых просто сорвать работу, понимаете, друзья, для них все равно, что происходит, для них все равно, что делается, поэтому развитие, которое сегодня делается, оно отвечает на все вопросы, оно для нормальных думающих людей ставит все на свои места, а для тех, кто, задачи которых мешать и делать, и постоянно, более того, друзья, еще одна очень интересная, вскрылась за последние, ну вот, несколько месяцев, такая очень интересная тенденция, чем больше у нас получается, чем больше, друзья, у нас есть результаты показать, тем больше это вызывает ненависть у определенных людей, просто сам факт, что у нас получается, сам факт того, что мы успешный проект, и поэтому желающие затоптать, поставить, посадить, разорвать, в общем, друзья, здесь деятелей таких очень много, и в этом плане, я могу сказать, что развитие интернета дало скачок и возможность развивать следующий технологический уклад, шестой, как мы его называем, классификации, и это развивается следующий этап, транснет, мы сегодня это делаем, и никакая сила сейчас уже не может остановить, потому что это веление времени, и мы дальше будем говорить на следующем вебинаре, уже который будет 20 часов, почему это веление времени, почему это уже сегодня невозможно остановить, будем ссылаться на экспертов, и при этом мы всегда, друзья, будем проводить корреляцию, потому что мы сегодня участники, и те, кто развивает научную школу инженерно-юницкого, научная школа, это подразумевает под собой серьезную научную основу, которая создается десятилетиями, это серьезная научная концепция, новизна, которая то, что мы делаем сегодня, не делает никто в мире, и даже не может предположить то, что мы сегодня делаем, и второй момент, почему мы еще выделяем с Алексеем в этом блог, именно про такой прикладной футурологии, потому что то, что мы делаем, это уже сегодня реализуется, и я приводил, и буду приводить слова Насте Кузьминой, вот с кем я познакомился, в Словакии, именно на встрече с крупными инвесторами, которые организовали наши партнеры, это очень интересная девушка, выдающаяся девушка, она россиянка, сейчас она гражданка в Словакии, она четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, это родная сестра Шипулина, вот, и мы когда сидели, ну так, за столом полушутя, общаясь, я ей рассказывал про футурологию, и она с интересом смотрела, когда я ей показывал картинки, показывал ролики, наши, это она все футурология, фантастика, рассказывал Юнибайк, как мы там будем спортом заниматься, как все, и она все это прям с интересом, так слушала, слушала, а потом я ей показал ролик 29 ноября, испытания, показал Адриан Акамоци, который занимается спортом, вырабатывает электроэнергию для того, чтобы двигался Юнибайк, вот, уже в реально действующем, и она прям настолько недоумевающая, так вот, я-то думала, что ты мне рассказываешь фантастику, что это очень интересно, что это будущее, а то, это же уже ездит, это уже настоящее, какая же это футурология, и вот это действительно, такой резкий барьер, что для людей, которые об этом не знают, это кажется фантастика, а для нас, друзья, это уже реальность, мы это уже делаем, мы уже разрабатываем проекты, уже рассматриваются трассы, мы тоже с вами об этом еще во второй части говорим, сейчас активно опять пришла новая стадия нашего любимого гектара на Дальнем Востоке, меня просто засыпали сейчас вопросами, чтобы я прокомментировал, рассказал, так сказать, на этом мы тоже, друзья, остановимся во второй части. Ну вот, друзья, на этом традиционная фраза, что для кого, кто пришел первый раз и неубедительно мы с вами прощаемся, вы все равно столкнетесь с Unibike, соответственно, со Skyway хотя бы как пользователь, ну а для тех, что, друзья, прошу всегда иметь в виду, это тоже сейчас уже очень такая фраза, наполненная содержанием, что глупо отрицать, что за последние 15 лет жизнь изменилась радикально, это, друзья, я не буду приводить примеры, потому что каждый раз сталкиваемся с тем, особенно когда смотрим на детей, жизнь изменилась радикально, так вот, друзья, мы должны привыкнуть к мысли, что за ближайшие 10 лет жизнь изменится еще более радикально, а вот куда и как, об этом мы рассказываем, об этом мы вам доводим информацию, для того, чтобы мы могли не просто к этому быть сторонним наблюдателем, а чтобы мы могли еще и активно в этом участвовать. Вот, друзья, на это и направлен наш проект, наша компания, корпорация Skyway, которая сегодня активно, активно развивает и продвигает струнные технологии инженерной школы Юницкого. Друзья, небольшая кофе-пауза, в которой мы обычно показываем последние новости, наиболее важные репортажи, и буквально через 3-5 минут продолжим нашу работу уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, а мы это между собой еще и называем заседание вечернего клуба прикладной футуроводия. Друзья, небольшой перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,